«Мы должны иметь конституцию, которая сделает Армению более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических условиях», – заявил премьер-министр. «Отношения между Арменией и Россией продолжают оставаться союзническими», – заявил Сергей Копыркин. «Москва готова поддержать установление мира между Арменией и Азербайджаном», – заявил Копыркин. «Чем скорее Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, тем лучше», – заявил Миллер. «Идея создания палестинского государства противоречит безопасности Израиля», – заявил Нитя Яхум. «У США и Израиля разные мнения по вопросу Палестины», – сообщает Евроньюз. «США нанесли новые удары по еминским хуситам, атакавшим американский корабль». «В конечном итоге Иерусалим должен стать совместной столицей государств Израиля и Палестины», – заявил Эндрю Митчелл. НАТО проведет крупнейшие в Европе военные учения с участием 90 тысяч военнослужащих. Космический корабль «Кью Дрэгон» доставил туристов на Международную космическую станцию.